В последние годы споры о секулярном и постсекулярном заняли различимое место в интеллектуальной повестке Европы и России. Спорят прежде всего о верификации и теории секуляризации культур стран европейского региона. Но делают то, что делают обычные научные работы. Опровергают наличие секуляризации среди новых данных, пытаются изменить понятие секуляризации, чтобы она лучшим образом соответствовала новым данным. Или даже отказываются от понятия секуляризации как несоответствующих новым данным. Нет смысла разбирать тонкости этой полемики, однако имеет смысл в интересе настоящего доклада представить ее как разновидность классического спора или тяжкого между двумя комплектующими сторонами. Что же это за комплектующие стороны? Я думаю, что если мы хотим понять сущность предмета, о котором спорят, в данном случае о секулярном и постсекулярном, мы должны рассматривать субъекты спора как его составляющую часть. То есть сами эти интеллектуальные споры должны быть осмыслены как предмет исследования для историков. На мой взгляд, эти споры представляют собой характерные для интеллектуальной культуры Европы факт публичной полемики о священном, его значении и месте в повседневной жизни. Хотя споры эти перенесены в плоскость нейтральной теории, спорящие обычно аффилированы со структурами, воспроизводящими либо естественно-научную, либо религиозную идеологию. Об этом отношении, когда говорю о тяжбе или конфликте сторон, которые ведутся на пользу этой нейтральной теории секуляризации, я имею в виду эти два спорщика. Говорите, две спорящие стороны. Для меня, безусловно, что интерес к историческому исследованию секуляризацию не стоит рассматривать как некий естественный процесс. Вопрос о ее антологическом статусе должен быть оставлен в отдел социолога. Однако стоит отметить, что само появление понятия секуляризации как теоретического конструкта, указывающего на реально происходящие в социальных отношениях процесс, было вызвано доминировавшими во второй половине XIX столетия антологическими установками естествознания. К примеру, понятие секуляризация, предполагающее количественные изменения влияния футбол и деловодствующих сил в уличной сфере, ну, например, такие силы могут быть наука и религия, как довольно популярно, дискуссия для этого времени, соотносятся с антологическим требованием исследований так называемых первичных или существенных характеристик вещей. Вторичные относительные качества вещи могут быть отброшены как не имеющие значения для проводимого исследования. Подобным образом и понятие секуляризации предполагало рассуждение о постепенном уменьшении влияния, изменчивая религиозной или шире ценностно-субъективной настройки на тем или иным сущностным секулярным баллесом. Что является секулярным, а что еще подлежит секуляризации? Должно было определять научное сообщество, предварительно установившее экстремологические разграничительные флажки между научным и иными способами и формами познания данного человека. Благодаря активному развитию медиа вместе с познанием XIX столетия обрела различимый широкой публикой голос и объявила, правда, в лице отдельных своих репнителей, генеральные сражения против еретиков лженауки и, по большей части, христианской учености, развернутых, прежде всего, последователями философских школ материализма и натурализма, для которых было существенно важным, по сути дела, построить новую осмысленную историю своего существования. Там понятие секуляризации оказывалось еще одним инструментом естественно-научной идеологии, который, будучи обращенным на историю, указывал на постепенно развертывающийся в истории процесс освобождения ее, в данном случае, общества от дурман и чаг религии. Наука как главный источник теории секуляризации, в рамках которой она же и объявлялась ее основной движущей причиной, безусловно, сразу же стала яблоком раздора для идеологов естественно-научного и религиозного лагеря. Спор о месте и значении науки во второй половине XIX столетия был шумным и долгим. Главное значение для нашего исследования в этом споре имеет два различных понимания науки, на которых я учусь делать акции. Аплодеты естественных наук стремились доказать, что наука способна создавать идеологию, то есть конструировать мировоззрение, включающее в себя учение о ценностях, цели и задачах жизни человека и тому подобные вопросы, относящиеся традиционно к области гуманитарного знания. По сути, естествознание в лице отдельных своих представителей пыталось перейти черту между первичными и вторичными качествами, объявляя свои главные цели уничтожения старых вторичных качеств и замену их новыми, сопрягающимися с первичными качествами, открытыми, естественными науками. Процесс секуляризации и партнений стимулировался достижениями науки, создававшей новую научную картину мира, заменявшую религиозную картину мира. Религиозно ориентированные мыслители, напротив, стремились всяческим образом показать, что наука — это не более чем технология, при помощи которой человек может обладевать миром, но, будучи простым инструментом, она не отвечает на вот эти самые конечные вопросы бытия, к решению которых обращаются, соответственно, философия и религия. В этом отношении религиозные мыслители того времени солидаризовались представителями монетарного знания, альянс которого в той или иной форме можем наблюдать и сейчас, в контексте общественно-академической дискуссии о научном статусе теологии. Для мыслителей, связанных с религиозными объединениями, процесс секуляризации также существовал как некая данность. Но его связывали и незакономерные постепенные эволюции общества, освобождение от влияния религиозного фактора, а своего рода маятникогим эффектом, согласно которому церкви приходится постоянно бороться с лобами неверия. Секуляризация, по сути, рассматривалась как патология общества, вызванная, в конечном счете, падшей природой человека. Эта условная секуляризация стимулировалась, конечно, не наукой, ни в коем случае, а гуманистической идеологией, которая рассматривала субъекта познания как главную инстанцию в определении реальности положенного ему опыта. И восходил, конечно, гуманистической идеологией в истории философии, ну, скажем, традиции протогора, а в истории религии, так прямо в позиции дьявола. Таким образом, спор о секуляризации, на мой взгляд, начался с отголдого появления секуляризации как исследовательского понятия, связанного с институцией анализации социологии и естественных наук. Во второй половине XIX столетия спор о секуляризации, как о процессе, характеризующем изменения в идеологии и практике индивидов и группах в сторону уменьшения влияния религиозного авторитета, имел не столько социальный, сколько антологический характер. Спор, по сути, представлял в новой форме. Старый христианский спор обравнился в отношении природы и Бога, основы которого, как известно, были разработаны еще в стоической и полтонической философии. Материалисты, натуралисты, атеисты и приткнувшие к ним некоторые бандыисты наставили гуманистические интерпретации вселенной, а христиане же придерживались, в общем, на целом дуалистической метафизмы. Для первых, секуляризация как естественный процесс вела в итоге к совпадению структуры человеческого общества со структурой вселенной. Она должна была эту структуру отражать и зримо выражать. Она была ее продолжением и не могла быть противопоставлена. Для религиозных мыслителей секуляризация как патология означала уклонение от правильного символического образа города Божьего, отраженного в священном тексте Библии, и в конечном счете она была к самообожествлению человека, который мечтал видеть в зеркале природного божества, видел лишь в самого себя. В контексте этой сборной полигии между научными идеологами и религиозно-ориентированными мыслителями спиритуализм оказывается между двух огнями. Для планеток естествознания вера спиритуалистов в реальность существования духов свидетельствовала об их принадлежности к традиции метафизического дуализма. Для христиан снятие границы между духовными и материальными мирами, на котором настаивали спиритуалисты, указывало на монизм. Утериалистический и спиритуалистический в равной степени нехристианский. При этом, хотя антологические перспективы спиритуализма со стороны как научной, так и религиозной идеологии были диаметрально противоположены, обе стороны уверенно сходились в обозначении его как суеверия. Само понятие суеверия, восходящее на поменьше мере к Цицерону, выполнял в интеллектуальной традиции Европы важную функцию теоретического отстойника для учений и практик, которые не вписывались в легитимный академический консенсус относительно науки и религии, определявшись, на самом деле, с давних пор, как консенсус между академией и церковью. Прошу прощения. Стоит отметить, что в теоретических размытках нового времени также всегда оказывалось место для такого особого понятия, с которым можно было бы совмести все, что не вписывается в этот высоколовый консенсус между академией и церковью, между наукой и религией, а поэтому может быть обозначено как маргинальное, отреченное, новое или даже в 19-е уеха очень характерное народное. Сепиритуализм, с точки зрения представителей естествознания, был суеверием, потому что его в традиционном христианском контексте можно было отнести к разновидности магической практики, определяя ее идеологию этой практики как ложную физику, то есть неправильное представление о причинах изменения в природе. Широкое распространение спиритуализма ученые довольно скоро стали объяснять секуляризацией европейской культуры, вызванной упадком авторитета религиозной идеологии, которая для своей легитимации стремится опереться на новый научный авторитет. Спиритуализм таким образом тратковался как следствие кризиса религии и как попытка его преодоления на основе науки. С точки зрения христиан спиритуализм также был суеверием, потому что он утверждал возможность непосредственного контакта человека с миром духа, что согласно христианскому учению считалось возможным только по особому божественному разрешению, например, в рамках пульта святых, выступающих в качестве ходатая за весь народ и другие концепции, считаю, не выгодны с нами. Поскольку практика общения с мертвыми вышла за пределы церковной ограды, она объявлялась суеверием, частными верованиями, мнениями людей, которые не могли иметь социально-институционального измерения. Магия христианская традиция всегда определялась как связанная с более отдельными индивидами. Изменитый Джеймс Джордж Фрэзер, подъявивший ее в своеобразном антагонистском религии и протонаукой, в этом отношении всего лишь наследовал старой этичной разминке. Спиритуализм, как все веры, так же, как и для владельцев науки, связывался с христианами, с процессом секуляризации, свидетельства, ну, по-своему, в данном случае, мы уже сказали, как понимают христианцы, секуляризацию, свидетельства упадки в христианской веры. Переходя к анализу взглядов самих спиритуалистов на секуляризацию, следует отметить, что они трактовали религию, под которой традиционно обнимали сложившуюся систему идеологии и практики, как относительно историческое явление, которое на текущем этапе развития человечества постепенно вытесняется личным духовным опытом. Спиритуалисты считали, что расчерчивание границем между естественным и сверхъестественным, свойственная научная идеология является искусственным и может быть преодолено непосредственным опытом взаимодействия с той частью мира, которая скрыта от нас из-за слишком, ну, скажем так, объясняли грубые настройки нашей психики, не позволяющие видеть даже некропа, не говоря уже о духах. В этой своей установке они так же, как последовательные обладеты науки, сближали суеверие и религию, которые должны были быть заменены на единое цельное мировоззрение, снимавшее всевозможные противоречия в персональных подтверждениях посредством личного духовного опыта. Этот личный опыт, однако, не был ни невыразимым, ни субъективным, вот насколько ясно представляю, какой вот непикатимый опыт мистической традиции. Этот опыт был интерсубъективным. Подобно эмпирическому опыту его могли испытывать одновременно разные люди. И именно поэтому он может потенциально способствовать обращению всего человечества в единую спиритическую веру и практику, расширяющую границы известного человеческого естественного мира. Именно поэтому, стоит отметить, спиритизм не является, на мой взгляд, все же, он не является спиритнистическим течением, по претерс-постранению в отечественной историографии книги. По крайней мере, такой ограничитель необходимо задавать. Для христианской парадигмы спиритуализм был не следствием секуляризации, а одним из самых активных ее представителей. Он утверждал единственную реальность некой сверхрелигии или даже естественной религии, в том числе, как остальные религии были вышли несовершенными, преодолевательными формами. Все это слишком хорошо напоминало просветительские подходы к естественной религии и их отношениям к, собственно, к историческим формам религии. Ну, религия, как частное убеждение индивида, должна была остаться, могла бы, конечно, остаться на уровне субъекта, но духовный опыт спиритуалистов был объективирован и общей доступен, это они понимали, христианские критики, и значит, в публичном пространстве, связанные с этим опытом феномены, должно быть занять центральное место, вытеснить все субъективные о нем представления. Важным представляется тот факт, что для большинства спиритуалистов религии, если к ней в приличной естественной парадигме относить все, что происходит в решении в следующем аспиритическом сеансе, становилось социальным явлением в том смысле, что она прямо восстанавливала утраченные социальные отношения. В ходе спиритического сеанса религия, по мнению спиритуалистов, только и начинала выполнять свою коммуникативную функцию, формируя особое публичное пространство и диалогы между вечно живыми душами, с которыми мы можем вступить непосредственный контакт, по мнению спиритуалистов, придет спиритический сеанс, и там все в кружке общаться с кем только захотим. В этом отношении, уже с точки зрения естественной парадигмы, спиритуалисты, в конечном общаться были антисекулярными, поскольку они прямо утверждали необходимость сохранения религии, поскольку они тракуют религию как сверхъестественное, как важного естественного и социального явления. Собственно, это пресловутое маргинальное положение между естественным маюзмом и христианским и физическим дуализмом заставляло исследователей утверждать двойственную природу спиритуализма. С одной стороны, принято относить его к реформационным движениям второй половины XIX столетия, так или иначе выступавшим за симуляризацию в публичной сфере. С другой, принято смотреть на него как на своего рода новое религиозное движение, стремившееся сохранить религию в публичной сфере, однако придав ей такие естественные черты, которые устроили бы всех людей, независимо от их субъективных предпочтений. И, соответственно, в данном случае, его помещают куда-то в сторону, сближая его с Теософией и другими, тем более, что исторический генназик примерно, как представляется, один и тот же, хотя на этот счет тоже можно вести довольно отчетные споры. Пожалуй, и более характерным кейсом, в связи со всей этой полемикой, и на этом мы завершаем, является оценка спиритуализма как практики идеологии со стороны представителей материалистической традиции XIX столетия. По большей части спиритуализм был для материалистов своего рода великосветским развлечением, игрой, при помощи которой высшее общество удовлетворяло свою потребность у чудеса. Размышляя о причинах увлечения императорской семьи спиритуализмом, материалисты ассоциировали его последователей с элитой, которая утратила веру в религии, но не обрела веру в науку, и поэтому подменяя ее синтетическим суррогатом, при помощи которого она стремится достигнуть искомой трансценденции, выхода за пределы, естественно, данного мира к новому, особому и в духе полнервной фото другому опыту. Следуя за фейерпактом отрицания физического дуализма, материалисты видели в спиритуализме предыдущего искусственное изобретение. В самом лучшем случае, эксплуатировавшее механизмы человеческой психики и создававшее иллюзию сопричастности к подлинному миру, сентологической позиции спиритуализма для материалистов ничем не отличался от игры. В точке зрения материалистов, спиритуализм оказывался примитивным анимизмом, который свидетельствовал о кризисе элиты, прежде всего о потрате ее единства ценностных ориентиров. Он был характерным возвращением к идолопоклонству поздноэтичности, указывавшим на скорый конец Великой Империи. Для материалистов спиритуализм был симптомом будущей революции, которая политически должна была зафиксировать адмирание старой формы социально-экономических отношений. Спиритуализм так и характеризовался, как отчаянная попытка элиты собрать новую историю на столбах старых историй, включить в них героев разных исторических метанарративов, причем вопреки ту историю, которая конструировала материалистическое естествознание со своим довольно узким бутоном авторитетов и традиций преемственности. В этом отношении для материалистов спиритуализм был восстановлением религий, попыткой ее научивания или, еще точнее, придание религии научной формы при бахалащивании внутреннего содержания. Сохраняя ее религию, он ставил ее в центре социальной жизни, пытаясь снять противопоставления ее и науки, тем самым утверждая религиозно-натуралистическое миросозерцание, в котором Бог и Духи оказывались частью сложившегося миротворения. Вот такой взгляд сильно напоминал материалисты средневековой трактаты, в которых ангелы как тварь божьи населяли огненную сферу. Однако, по сути, спиритуалисты предлагали на взгляд материалистов еще более отвратительный проект. Для спиритуалистов Бог был, по сути, составляющей мироздания, а значит, мироздание было с ним связано, оно не могло укрыться от его монаршей воли, раздававшей поручения духов, следящим за жизнью человечества. Даже если Бог был максимально деперсонализирован в спиритуализме, даже если он понимался как абсолютный, все равно, для спиритуалистов он был на вершине, выступая как ее системообразующий элемент, нападутые души в христианской антропологии. Конечно, при таком понимании спиритуализм он оказывался не только суеверим, но крайне реакционным религиозным явлением. Он с точки зрения материализма задавал религиозный ориентир для вечной консервации политических отношений, утверждая вечность лидерства монарха. Для прославных критиков спиритуализма был важен, однако, нечто совсем другое. Я вот заканчиваю. Для прославных критиков был важен открытый доступ к сакральному, возможность вступить для каждого верующего в непосредственную связь с духовным миром. Любой именой многочисленной инстанцией мог подать жалобу Господу Богу посредством своих духов-хранителей. Идеология такой религиозной демократии, утверждавшая, что все, например, спасутся, а ага, например, вообще нет, казалась и напротив крайне левым линием, разрушавшим сложившиеся иерархические структуры власти. Приняв характерную социальную форму кружков, своего рода элитарных объединений, начну из борющих спиритов, тематически напоминали тайны общества, в которых, как в Кулыбиле, обозревает новая революция. Так получалось, что для материалистов спиритуализм был слишком консервативен, а для религиозно-ориентированных мыслителей слишком либерален, связанных с идеями равенства и братства, а шире социалистической идеологии. Спиритуалисты, в свою очередь, регулярно отвечали критике со стороны идеологов, аэропологетов науки и религии. При этом то, что они отвечали напрямую, зависело, на самом деле, от социально-политического контекста, как в истории это очень не бывает. В США спиритуалисты и правы могли поддерживать революционную активность, выступать именно как религиозные движения на определенной политической стороне, борьбе с севером и юго, могли даже придерживаться идеологии французского освещения, вступая в спиритическое общение с Ремиспером, Маратом и другими. В США спиритуализм, в принципе, с особой силой демонстрировал свои миллионалистские стороны, проговаривая необходимость скорого общественного переустройства на новых социальных началах, равенство и братство. В России же и отечественные спиритуалисты теоретически стремились продемонстрировать, что их учение не имеет отношения к революционной деятельности. Говорили, что направлено против материализма, научными способами доказывают необходимые страховки и способствуют укреплению социальных отношений. Но вся эта оправдательная риторика не была убедительной для власти, и нельзя сказать, что опасения этой власти были совершенно беспорченными. Спасибо за внимание. К сожалению, опять осталось не так много вопросов, но все-таки немного времени есть. Есть ли у кого вопросы, пожалуйста? Да, пожалуйста. У меня очень много вопросов, но самый главный вопрос как мне. Во-первых, различаете ли вы спиритуализм и сферитизм? Почему это может быть в вашем докладе? Это не прослеживается. Причем понятно, что это по векам, по эпохам, когда сферитизм был кардельхизмом или сферитизм был просто определенной практикой. Второй. Сразу я вопросу, может, кто-то так объединить, не знаю. Вы, когда говорите о науке и сферитизме, как можно запустить комиссию Медвеева, исследования Вагнера и Гутлерова, и огромную работу Александра Николаевича Аксакова. Это вообще даже просто нельзя забыть. Поэтому у меня масса вопросов. И, конечно, последний вопрос – спиритуализм и духовность. Но вы, может, не помните, мы совсем не можем вспомнить, что в свое время у нас в Союзе духовность, который продвигался, даже появился в таких-то словарях философских, и потом исчез. Потому что поняли, что это как-то очень опасно. Но надо было как-то обосновать. Ну, короче, в общем, вот у меня вот такие вопросы. Спасибо большое. Мне оплатить только на все принятие. Я, конечно, вы тоже рады. Да, поскольку, ну, на первый вопрос надо отметить, что я, прежде всего, основывая с анархивных материалов, которые мне известны по русскому, прежде всего, англо-американскому спиритуалисту, движению, которого Александр Николаевич, безусловно, принадлежал, переписывался, на протяжении почти 50 лет с Андреем Джексоном Дэбисом. Дэбисом, да. Поэтому, как бы, большая часть вывода сделана на основе материалов русского, англо-американского спиритуалисту. То есть они по мне платили Дэбиса, но не по себе платили Алану. Я бы не сказал даже, что они примут последователи Дэбисова, такие, как Марина Крона-Сабурова. Она, безусловно, читала Дэбис, например, да, но сказать, что... Да, я хоть в лапе не читала. Ну, да. Так что это первый вопрос. Второй вопрос, то, что касается о Меделейской комиссии. На самом деле, мне кажется, что... То есть, конечно, можно ее выбирать, но сейчас вот вышла диссертацию у ученица Мариана Михайловна Шаркович. Вот как раз она защищающаяся снова. Ну, я думаю, главного понятного у меня на допросе. А, да. Да, Михаил Иванович. Ну вот, собственно, вот ее ученик сейчас дашла диссертацию посвящена деятельности этой комиссии. И тема эта, в общем и целом, довольно хорошо разработана. Прежде всего, в советское время ее довольно активно разрабатываем. Вот, на самом деле, интересно было бы узнать что-то новое о деятельности этой комиссии. Ну вот, что-то новое, к сожалению, материал мне по Аксакским архивам не удалось найти. Вот, в бухгеровании Аксакова, там материалов никаких не осталось. Если вдруг кто-то что-то узнает, я очень благодарен. Значит, что касательно спиритизма, спиритуализма и духовности, то этот вопрос, мне кажется, очень сложный. Я думаю, что в полуарах могли бы его отделяться. Спасибо, спасибо.